Как-то так вышло, что на канале еще не было китайских дисково-гидравлических тормозов. Ну, когда-то должен быть первый раз, и сегодня как раз тот самый. Приветствую, всем здоровья. Итак, это у меня дисково-гидравлические тормоза под брендом Zoom, модель HB875. Самые что ни на есть китайские тормоза под китайским брендом в Китае произведены и заказаны через китайский Алиэкспресс. И во всю эту идею чуточку вмешалась с доставкой только Почта России, которая, кстати, не подвела и на доставку с момента оплаты и до получения посылки в Москве потребовалось 18 дней. Кстати, на момент заказа данные тормоза имели 5 вариантов цветового оформления на выбор, а именно черный, синий, желтый, красный и фиолетовый. Единственный момент, который стоит отметить, это то, что независимо от выбранного цвета, крышки на ручке и калипере будут исключительно только красного цвета. И последнее, касательно цвета, это то, что получен он путем анодирования. Ну вот, со вступлением закончил, теперь можно перейти непосредственно к тормозам. И начну я с того, что это крайне доступный вариант дисковой гидравлики, поэтому ждать от них многого определенно не стоит. Ну и после такого замечательного начала, давайте наконец-то рассмотрим тормоза детальнее и первым делом ознакомимся с ручкой. Корпус ручки выполнен из алюминия, если точнее, то изготовлен он путем литья, после чего был обработан на станке. И хочу отметить то, что качество формы, в которой формируется корпус ручки, довольно посредственного качества, о чем свидетельствует оставшиеся следы на готовом изделии. В целом, к корпусу претензий нет, даже наоборот, есть за что похвалить. А именно, закрепление ручки на руль, которое выполнено тут в двухболтовом варианте. На дешевых тормозах такое встречается не часто. Также на корпусе имеется расширительный резервуар, или что-то очень похожее на него, с заглушкой под 15-й тормоз, для прокачки тормозов. Ну и пару слов про ручку, которая здесь также отлита из алюминия, а свой черный цвет получила путем анодирования. Соединяет ручку с корпусом стальная ось, между корпусом и осью имеются пластиковые втулки. И поскольку допуски тут плюс-минус трамвайная остановка, то неудивительно, что в этом месте присутствует весьма ощутимый юфт. Хотя тормозам этой ценовой категории такое можно простить. Что же касается регулировок, то их здесь ровно одна, и при помощи ее можно настроить положение тормозного рычага относительно руля. Но осуществляется эта регулировка шестигранником на 2 мм. И про ручку это в принципе все. Далее рассмотрим калипер. Итак, у нас тут имеется двухпоршневой калипер под установочный стандарт Post Mount. Выполнен он из алюминия и имеет монолитную конструкцию, что позволяет уменьшить вес изделия и увеличить его жесткость. И поскольку калиперы данных тормозов, так же как и корпус ручки, изначально отливаются в форме, то здесь так же встречаются не самые приятные глазу моменты. Это такая плата за низкий ценник. Далее разумеется на калипере присутствует заглушка для прокачки тормозов. Здесь она точно такая же, как и на ручке под 15-й торкс. Ну а колодки на диске тут сводят два остальных 20-мм поршня. И, в принципе, про калипер это тоже все. Вот, собственно, тормоза посмотрели, теперь давайте ознакомимся и с их комплектацией. Итак, с тормозами пришло следующее. Два переходника с Post Mount на S-Mount для переднего и заднего калипера. 8 болтов длиной 17 мм с шайбами под пятый шестигранник. Два, на удивление, качественных шестигранника. Один на 4 мм для установки ручки, второй на 5 мм для установки калиперов. Ну и две транспортировочные проставки в калипер, задача которых предотвратить сведение тормозных колодок. Он может пригодиться во время транспортировки велосипеда со снятыми колесами. На этом, собственно, первое знакомство с данными тормозами можно считать завершенным. И теперь настало время провести взвешивание. Первым делом, как обычно, пойдет мелочевка. И начну я с переходников. Итак, переходник на перед у нас весит 13 грамм. А переходник назад имеет вес 19 грамм. Теперь 8 болтов. Их вес составляет 53 грамма. Далее транспортировочные вставки в количестве двух штук. Весят они 4 грамма. Ну и теперь непосредственно сами тормоза. Передний тормоз имеет гидролинию длиной 780 миллиметров и весит... 274 грамма. Далее задний тормоз с гидролинией 1380 миллиметров, который весит... 280 грамм. И на этом процесс взвешивания объявляю завершенным. Ну а теперь, как обычно, предварительный итог. Что тут можно сказать? Тормоза в целом мне понравились. Во-первых, они фиолетовые. Во-вторых, очень приятная цена. Единственный косяк тут в том, что китайцы по непонятной мне причине используют красные заглушки на ручке и калипере. В чем у них проблема анодировать эти крышки в один цвет с остальными элементами? Загадка. Также секретом тут является и то, какая тормозная жидкость используется в этих тормозах. Информации об этом нет ни на самих тормозах, ни на странице продавца. Ну и, помимо прочего, всплыла еще одна непонятная особенность в работе тормозов. Связана она с автоподводкой колодок, которая должна в процессе износа фрикционного слоя выдерживать рабочий зазор между колодками и тормозным диском. Давайте продемонстрирую. Нажимаю на ручку до практически полного сведения колодок. Теперь отпускаю ручку и, что мы видим? После этого колодки расходятся на свои прежние места. Получается, что автоподводка тут по какой-то причине не работает. У меня есть предположение, с чем это связано, но эта тема потянет на отдельное полноценное видео. Так что про это как-нибудь в другой раз. В принципе, для нас отсутствие автоподводки не критично. За ту цену, что нам достались эти тормоза, им можно просить почти все. Нам главное, чтобы они тормозили. И вот это главное мы теперь узнаем только после того, как установим эти тормоза на велосипед и начнем их эксплуатацию. Так что, если вам тоже интересно узнать, как покажут себя эти тормоза на практике, то подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а кого эти тормоза, несмотря ни на что, уже заинтересовались целью приобретения, то ссылку на них вы найдете, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Уже наверняка кто-то решил написать коммент про то, что я забыл взвесить шестигранники. Ну а вот и нет. Обломитесь. Шестигранник на 4 мм весит 14 грамм, а на 5 мм в свою очередь имеет вес 25 грамм. Вот так. В связи с тем, что у меня тут случился непреднамеренный выкидыш рабочего поршня из калипера, удалось выяснить некоторые нюансы. Во-первых, поршни тут не стальные, а алюминиевые. А во-вторых, в роли тормозной жидкости тут выступает минеральное масло. Вот такое вот полезное дополнение из всего этого получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok